приветствую вас друзья мои с вами серёга вы смотрите несложную кулинарию сегодня мы займемся моим самым любимым делом мы пожарим отличные стейки а то давно у меня на канале уже не было стейков а тем более на угольном гриле и вот сегодня звезды сошлись таким образом что мне удалось выбраться за город и по пути в магазине я купил два неплохих стриплойна в вакуумной упаковке именно их сейчас мы и приготовим ну а перед началом приготовления проверьте подписаны ли вы на мой канал и если нет то обязательно подпишитесь у меня много простых и очень вкусных рецептов к тому же рекомендую нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски они выходят регулярно сегодня для разнообразия я решил пожарить стейки на французский манер если вы небольшой знаток стейков то это всего лишь означает что солить и перчить их мы будем в самом конце уже после приготовления на гриле начинаем приготовление стейков с того что извлекаем их из вакуумной упаковки и даем полежать при комнатной температуре в течение тридцати минут обратите внимание на то что это очень важный момент потому что после того как мы достали стейк из холодильника и извлекли из вакуумной упаковки ему нужно какое-то время чтобы температура внутри стейка и снаружи сравнялись ну а пока стейк у нас можно так сказать отдыхает я предлагаю приготовить чесночное масло в небольшую емкость наливаем немного растительного масла туда же выдавливаем несколько зубчиков чеснока перемешиваем чеснок с маслом при жарке стейков на гриле мы будем наносить на них вот это вот чесночное масло а делать мы будем это при помощи веточки розмарина поэтому приготовьте ее заранее примерно через полчаса стейки прогрелись и полностью готовы к жарке на гриле единственное что я рекомендую сделать именно со стейком стриплоин это надрезать слой жира и жилу которая проходит по одной из сторон стейка делается это для того чтобы при температурной обработки жир не съежился и не деформировал наш стейк также обязательно перед приготовлением удалить лишнюю влагу с поверхности стейка при помощи бумажного полотенца все подготовительные мероприятия закончены теперь мы можем развести наш гриль и начать жарить стейки гриль полностью готов к работе и теперь мы можем начать жарить стейки сегодня в принципе как и в большинстве случаев я бы хотел получить среднюю прожарку поэтому я не буду изобретать велосипед а просто воспользуясь кулинарным термометром вставляем щуп примерно в середину стейка и выставляем желаемую температуру в моем случае это 58 градусов стоит учесть что когда стейк будет отдыхать температура в нем повысится еще на пару градусов и я идеально попаду в желаемую степень прожарки равную 60 градусов ну что начнем сначала я обжариваю стейки полторы минуты с одной стороны если огонь в гриле сильно разгорается рекомендую посыпать угли солью она впитает жир и будет препятствовать горению через полторы минуты переворачиваем стейки и смазываем их поверхность чесночным маслом при помощи веточки розмарина теперь сверимся с показаниями термометра и действуем по ситуации если стейк не дошел до желаемых 58 градусов то еще раз переворачиваем его и продолжаем готовить если же температура внутри стейка уже составляет 58 градусов то просто снимаем его с гриля и выкладываем на фольгу солим и перчим кладем стейки друг на друга предварительно положив между ними веточку розмарина который мы их смазывали пока они готовились и заворачиваем фольгу в таком виде стейки должны отдохнуть около пяти минут за это время все соки которые при жарке сосредоточились в самой середине стейка равномерно разойдутся по всей его толщине стейки полностью готовы и я предлагаю их попробовать стейки я думаю тут и так все понятно стейк есть стейк идеальная очень нежная сочная мраморная говядина доведенная до средней степени прожарки с розмарином и чесноком на угольном гриле с привкусом дымка что может быть лучше напишите внизу в комментариях если на ваш взгляд есть что-то вкуснее стейка приготовленного таким же образом как я сделал это сегодня как всегда по традиции внизу под этим видео будут перечислены все граммовки использованы в данном блюде ингредиентов там же будет ссылочка на мой инстаграм а у меня на этом все подписывайтесь на мой канал не проходите мимо нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски ставьте лайки если вам понравился данный рецепт если вы хотите помочь в развитии моему каналу то внизу есть кнопочка поделиться поделитесь этим видео со своими друзьями до скорых встреч и приятного всем аппетита